Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Обновление 9.1 выйдет уже довольно-таки скоро, мы это прекрасно знаем. И 7 июля доблестные рейдеры начнут зачистку святилища господства. Кто-то в обычной сложности, кто-то в героической сложности. Ну а 14 числа начнется уже сама гонка, откроется мифическая сложность. Само собой, с каждого босса будут падать различные интересные вещицы. Там где-то ожерелье, где-то аксуар, где-то колечко, где-то еще что-то. Но самое интересное, это всегда оружие, потому что на них имеется какой-либо эффект, еще что-нибудь. Некоторые оружия просто красивы сами по себе, а некоторые оружия дают хорошую прибавку в дэмэджи. И сегодня мы рассмотрим именно оружие. Их 6 штучек. Некоторые я покажу на своем персонаже, а некоторые были оружие показаны на других персонажах, на других аккаунтах. Я попросил людей из гильдии, чтобы они мне немножечко помогли в создании этого видосика. Ссылочки на различные их каналы я оставлю в описании. Можете заходить к ним, смотреть их профессиональную игру. Что ж, начнем рассматривать эти оружия. Первый предмет это двуручная древковая с ловкостью. Но не имеет вторичные статы, но имеет использование с восстановлением в 3 минуты. Вы отвечаете на зов, вступая в ряды валькир. При этом ваши второстепенные характеристики повышаются на 195 на 30 секунд. То есть, таким образом получается 30 секунд действий, 3 минуты кд. Древковая для сурфхантов, для котов, для мишек. Для кого еще? Да и все, по-моему. Оно большое. Не влазит даже в окно просмотра персонажа. Наденем его и посмотрим, как это все происходит. Может, какая-то анимация имеется в тот момент, когда используется оружие для получения бонуса. Ого! В момент использования просто-напросто превращаемся в мапца из утробы. Ну и да, таким образом мы повышаем свои статы простепенные. То есть, если глянуть на Викауру, которая показывала крит, скорость, искусственность и универсальность, то, само собой, эти характеристики выросли. Я думал, будет какой-нибудь немножечко другой облик. Покрасивее и поуникальнее. Второе оружие очень интересное по своему использованию. Поглощает слабое оружие, уничтожая его и усиливая джайтис. Джайтис — тюремный клинок. Такой вот у него внешний вид. Тут руны имеются. Возможно, в них какой-то смысл даже есть. Лораведы, я думаю, будут разгадывать этот секрет долгое время. В чем суть оружия? Мы будем поглощать оружие эпическое, различное, которое мы лутали, например, раньше. У меня было очень много сфер у 233-х, 26-х по этому левелу. И давайте-ка мы начнем потихонечку пушить эти оружия. Посмотрим, что произойдет с нашим новым дужечным мечом. Джайтис — тюремный клинок. Левой кнопкой кликаем. И левой кнопкой кликаем на тот меч, который мы хотим пушить. Идет каст, жестокий дар. Поднимаем тонкую вверх. Крутится какая-то сфера интересная. Оп. Меч преобразился. Вторичные статы немножечко понизились. То есть до первого морфа, скажем так, у нас было 99 скоростей и 48 крита. А сейчас 79 на 39. То есть вторичные характеристики уменьшились. Но добавился эффект. Атакуя противника. Джайтис с небольшой вероятностью может направить ваш клинок в слабое место цели, нанося еще почти 3000 физ. урона. Давайте попробуем еще разок поглотить наше оружие с замка Нафри. В тот момент, когда оружие было пушено, то мы получили итем за 50 голды. Окей, голд фарм. Вот какой-то. Поднимается меч вверх. Опять какая-то сфера крутится сверху. Опять идет аст. После первого морфа у нас было 79 скорости, 39 крита и почти 3000 физ урона. При втором морфе уже 3500 дэмэджа, 59 скорости и 29 крита. Делаем еще один морф. Кликаем. Идет каст опять же. Третий морф дал нам повышение мейн стата на 200 единиц на 3 секунды. И вторичные постоянные характеристики еще уменьшили. Делаем еще один морф. Сжираем еще одну пушечку, последнюю. И теперь характеристик стало еще меньше, но зато прок силы стал больше. Теперь 400 силы на 3 секунды. Могу ли я скушать ютунгейр? Все равно мы его уже рассмотрели в этом видосике, почему бы и нет. Я думаю, это уже будет последний морф. Пятый. А ну-ка. О-о-о. А что? А почему так мало? А, тут у нас с небольшой вероятностью может произойти этот прок. А тут с высокой вероятностью. И вторичные статы постоянные вообще убрались. То есть нужно будет просто-напросто насчет этого двуручного меча, джайтис, подумать, нужны ли нам прибавки к статам, проковые, или нам нужны постоянные, которые даны вообще в первозданном клинке, в тюремном джайтис. Нужно подумать, нужно посимить, нужно реально понять, стоит ли сжирать какие-либо пушечки для этого двуручного меча или нет. Есть еще одна интересная особенность этого двуручного меча. Он разговаривает с нами в тот момент, когда мы кушаем какие-либо пушечки. Говорит различные фразы, немножечко общается с нами. Это прикольно. Третья вещица, которую я хочу показать, но она не продается у торговца, который продает абсолютно все предметы из нового обновления, это пожирающий холод. Пожирающий холод — это одноручный меч, у которого есть использование, а именно изменение положения оружия. Скорее всего, он просто будет как-то иначе лежать в наших руках или иначе будет позиционироваться касательно нашего персонажа, когда оружие является неактивным. Такая моделька с героика, такая моделька с обычного режима и с бахального. Скорее всего, он просто как-то на спине будет иначе лежать. Посмотрим, потестить его. Увы, нельзя. Жалко, жалко, очень жаль. Четвертый предмет, который подходит разбойникам — это кинжал, который будет падать с самой Сильваны с названием «Граница ночи». Ваши атаки применяют к цели эффект «Гниль банши», позволяющий завершающим приемом с вероятностью 3% за каждый потраченный прием серии нанести 1400 урона от темной магии. Эффект суммируется до 4 раз в зависимости от уровня здоровья цели. Но на текущий момент на ПТРе никак этот бонус не работает. В детейлсе абсолютный 0 насчет этого урона. Пятый предмет — это одноручное кистевое с названием «Крестовой вспарыватель вен». Когда вы находитесь за спиной противника или на него воздействует эффект затруднения передвижения или контроля, ваши атаки с высокой вероятностью могут вызвать у него кровотечение, наносящее почти 2500 физ. урона за 6 секунд. Разбойник сделал всю свою ротацию. Нажал бурсты, побил автоатакой. Эта дотка прокнула на манекене. Она тикала, это кровотечение было. Но в детейлсе также абсолютный 0. 9-1 будет очень хорошим обновлением, я это чувствую. Это не какое-либо заклинание, это название легендарного лука, который будет доступен только охотникам. И сейчас наш охотник продемонстрирует абсолютно все то, что может делать этот двуручный лук. От себя добавлю, что у него интересный эффект немоты. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Продолжение следует...